Всем привет! Очередное видео, связанное с моей деятельностью и, возможно, с вашей. Мы разбираем мышцы плечевого пояса, лопаточно-реберного сустава и плечевого сустава. И сегодня я хотел бы показать мануально мышечное тестирование этих мышц. Слайды этих мышц будут выводиться на экран, вы сможете посмотреть, как они крепятся. Ну, и я буду дополнительно объяснять что-то по этим мышцам. У нас есть плечевой сустав и есть лопаточно-реберный сустав. Лопаточно-реберный сустав считается ложным суставом, потому что не имеет суставной впадины, куда вставляется кость. Но, тем не менее, он осуществляет определенные движения за счет определенных мышц. И мы начнем с лопаточно-реберного сустава, потому что там небольшое количество мышц, и его легко запомнить. Кирилл, развернись, пожалуйста, спиной. А, давай, раздевайся, друг мой. Люди жаждут. Да. Я перечислю мышцы быстренько, в определенном порядке, в котором их легко запоминать. Итак, первая – это зубчатая мышца. Она крепится вот таким веером к медиальному краю лопатки и к ребрам. Это ромбовидная мышца, которая крепится к медиальному краю лопатки и позвоночнику. Это трапециевидная мышца, нижняя порция, средняя и верхняя порция, которые крепятся вот таким вот образом. Далее – это мышца, поднимающая лопатку, которая крепится к позвонкам С1-2 и на верхний угол лопатки, и заставляет лопатку смещаться в этот угол вверх. Разворачивайся. Далее – мышцы, которые относятся к лопаточно-реберному суставу. Это малая грудная мышца. Это мышца второго слоя. Она крепится к левовидному отростку лопатки и к верхним трем ребрам. Таким образом, мы разобрали мышцы, которые осуществляют движение лопатки. Малая грудная мышца вращает лопатку вокруг сагитальной, извиняюсь, горизонтальной оси, опускает плечо вниз и выдвигает лопатку вперед. Это первая мышца. Тестируется она очень просто. Для того, чтобы ее протестировать, вам нужно уложить пациента на спину. Взять руку и создать движение именно плечевым поясом вверх и вперед. Таким образом, когда вы будете тестировать эту мышцу, задача – не оторвать руку от пупка. Задача – сделать так, чтобы плечевой пояс сместился вверх и назад. Посмотрим на эту руку. Поднять и сместить вперед. То есть, видите, какое движение получается? Ключица в этот момент совершает движение. Вы можете посмотреть правильность своего движения за счет движения ключицы. Когда лопатка выходит вперед, ключица смещается вниз. Вот эта рука вам нужна всего лишь как рычаг. Смотрите, какая разница. Давите. Просите плечом давить как бы на вас. Не рукой вниз, а плечом на вас. Давите. А теперь, смотрите, опустил плечо, давите рукой к пупку. Нет. Если вы давите рукой к пупку вниз, то вы тестируете реберную порцию большой грудной мышцы. Поэтому попросили выдвинуть. Давите. Теперь проверяем на норму тоничности. Давите. Посмотрите, как плечевая кость устремилась назад. Расслабься. Она сделала вот это движение. Это тест малогрудной мышцы. Далее. Садимся. Дальше у нас идет тест. Идем вот по этому кругу. Зубчатые мышцы. Чтобы протестировать зубчатую мышцу, надо поднять руку прямо. Отвести 120 градусов. И опустить лопатку вниз. Тогда включается именно зубчатая мышца. Давите вверх. И давите на руку строго перпендикулярно. Вот таким образом. Проверяем на норму тоничность. Давите. Все. И лопатка, ваша лопатка под рукой устремилась вверх. Это говорит о том, что правильно вы протестили зубчатую мышцу. Далее у нас идет по счету трапециевидная мышца. Чтобы протестировать трапециевидную мышцу, нужно нижнюю порцию поднять руку вверх. И отвести назад. Так, чтобы лопатка... Разворачивайся. Так, чтобы лопатка пошла вот в этом направлении. То есть, ваша задача не тестировать движение вот здесь, в плечевом суставе, а именно посмотреть, как двигается лопатка. Вы можете для себя вот здесь поставить руку, чтобы узнать, правильно это движение прошло или нет. Давите назад. Вот, давите назад. Вот здесь слабая трапеция, потому что лопатка начинает смещаться вперед и наружу. Давим. По-моему, в прошлый раз мы тебе трепировали, да, ее? Угу. Не долечили. Получается. Средняя порция трепируется аналогично, только рука выставлена в горизонтальной плоскости. Таким образом. Давите, да. Еще разок. Лопатка не смещается. И верхняя порция трапециевидной мышцы тестируется несколько иначе, потому что она выполняет несколько иное движение. Сядешь сюда поближе. Так как она крепится на шейные позвонки, она осуществляет вращение шеи в свою сторону. Вот таким образом. Это первое движение. Ну, и те, кто занимается бодибилдингом, качки, они знают, что эта мышца поднимает плечо. Соответственно, подняли плечо, развернули голову, прижали затылок к плечу и просит клиента давить затылком. И пытайтесь как бы растянуть затылок с плечом. Расслабься. Подняли. Давите. Очень легко ангибируется. Это здоровая мышца. Таким образом, мы протестировали. Не все. Еще одна мышца осталась. Это мышца, поднимающая лопатку. Она крепится на угол лопатки. Тестировать ее достаточно тяжело, потому что нужно создать следующее движение. Лотерофлексию туловища. Лотерофлексию шеи. Так, чтобы и прижать. Да. Видите, как плечо устремилось вверх. Расслабь. Еще раз. Вот. Еще раз. Еще раз. Вот, отлично. Молосы мешают. Лопатка устремилась вот сюда. И вот в этом положении мы пытаемся оторвать локоть так, чтобы лопатка пошла вниз. Давите. Ну и пробуем заингибировать эту мышцу. Голова наклонена. Голова наклонена. Еще разок. И лопатка начинает уходить вниз. Это мышца, поднимающая лопатку. Тест на самом деле для нее достаточно грязный. Тест на самом деле для нее достаточно грязный. Почему? Потому что, так как мышцы иннервируются из шейного отдела, сразу зажимается нервный корешок для этой мышцы. Это первое. Второе. Включаются синергисты в виде зубчатых мышц, синергисты в виде трапеции. Поэтому тест достаточно грязный. И я не советую его использовать. Есть другие тесты, которые позволяют более точно узнать дисфункцию этой мышцы. Об этом возможно в других роликах, а возможно на курсах, когда вы придете ко мне обучаться. Мы разобрали все мышцы крупные лопаточно-реберного сустава. Теперь переходим к плечевому суставу. Разворачивается лицо. Плечевой сустав включает в себя такую группу мышц, как флексор, экстензор, отводящие мышцы и приводящие. Флексоры – это мышцы, которые создают сгибание плечевого сустава. Вот это движение. Есть мышца, так называемая дельтовидная мышца плеча. У нее есть три пучка. Средний, средний, передний и задний. Средний пучок, как и передний и задний, позволяет создать либо отведение, либо флексию, либо экстензию на 90 градусов, чтобы мышца встала 90 градусов по отношению к туловищу. То есть, это основное движение, которое выполняет эта мышца. Это не значит, что она других движений не выполняет, она в других движениях участвует просто как синергист, а не как агонист. Чтобы протестировать передний пучок. Можно сюда поближе. Выводим руку вот в это положение и видим, как напряглась передняя дельтовидная мышца. Она крепится к ключице. Своей рукой выставляем вектор. Давить ее. И пытаемся ее растянуть. Основная задача – это вниз. Потому что, если будет движение больше направлено в сторону, то включается. Надавить. Видите, включается большая грудная ключичная порция. Поэтому вот так вводим. Вот здесь очень ярко появилась дельта. Чтобы протестировать среднюю головку, плечо нужно вывести вот в это положение. Давите вверх. И чтобы протестировать заднюю головку, нужно, чтобы движение перешло вот в такую вот фазу. Вот из этой фазы, вот так назад. И вот она включилась. Давите назад. Замечательно. Проверим на норму. Давите. Замечательная мышца. Это дельтовидная мышца. Дальше у нас идет бицепс плеча. У бицепса две головки. Передняя, извините, латеральная и медиальная. Общие группы можно протестировать вот таким вот образом. Подставили под локоть, давите вверх. Можно протестировать длинную головку вот таким образом. Так как она перекидывается на лопатку, мы можем создать это движение. Давите вверх и продавите вниз. Но есть еще и другая головка. Чтобы дифференцировать, какая головка включается больше, можно создать ротацию предплечья. Либо так, либо вот таким образом. Вот когда бодибилдеры занимаются своим бодибилдерским спортом, они доворачивают руку вот таким вот образом в конце движения, включая медиальную головку. Тогда бицепс кажется более круглым при напряжении. Таким образом можем дифференцировать ее, просто развернув плечевую кость. Давите вверх. Давите вверх. Ну, в данном случае хорошо работает. И есть еще один тест. Сегодня мы смотрели его, да, Кирилл с тобой? Давай попробуем так. Сядь за кушетку. Руку сюда не поставь. Есть такая мышца. Расслабь. Есть такая мышца, как брахиалис. Что интересно? Крепление брахиалиса чуть ближе к локсевому сгибу, чем у бицепса. Это значит, что бицепс первым начинает движение. Чуть-чуть приподняли. И есть еще одна особенность флексоров. Когда разгибается вот эта часть дистальная, конечности, то больше нагрузку на себя, скажем так, это компенсация для того, чтобы бицепс взял на себя нагрузку. Поэтому мы не будем этого делать. И вот из этого острого угла мы попробуем его протестировать. Дай ему. Сила. Дай ему. И сила. Вот в этом положении уже более сильно включится брахиалис. Поэтому, чтобы протестировать начальное движение, здесь должно быть небольшое расстояние. Дай ему. Смотрим. Дай ему. Ну, все замечательно. Я попробую ингибировать брахиалис, то есть не бицепс, а мышцу, которая крепится вот сюда. Блин, ниже, пчел, да. Мышца не падает. А если я ингибирую сам бицепс, да, то сразу падает. Ну, это так, для тех, кто хочет заморочиться. Вставай. Дальше. К мышцам, приводящим плечевую кость, относится большая грудная мышца. У нее есть несколько пучков. Ключичная порция, грудинная порция и реберная порция. Соответственно, так как она является еще и ротатором, мы должны руку увести вот в это положение. Зафиксировать противоположное плечо ну и потянуть на себя руку, давить. Ну, неудобное положение мне. Все, что было вам видно, дорогие мои подписчики. Даю. Ключичная порция. Если мы создадим движение так, то включится большая грудная. Даю. А вот реберную порцию из этого положения достаточно сложно протестировать. Вот реберную порцию мы возьмем отсюда. Еще раз вниз. Посмотрите, как она напрягается, реберная порция. Сразу. Ингибируем. И все. Этот тест очень похож с тестом малой грудной мышцы. Но есть определенная разница. Когда мы тестируем реберную порцию, мы не выводим плечо вперед. Мы не стараемся вытолкнуть назад. Мы просто тестируем саму конечность. С этой мышцей разобрались. Дальше, если идти по кругу, у нас есть еще такая маленькая мышца, как надосная мышца. Вот надосная мышца, она является мышцей, начинающей движение от ведения конечности. Расслабим. Вот. Она крепится в надосной ямке. Вот ость. Я по ней стучу. И, соответственно, мне нужно вывести конечность вот в такое положение ребром, как говорится. Движение всего 15 градусов от тела она осуществляет. Дальше на себя берет большую нагрузку дельтовидная мышца, которую мы уже протестировали. В этом положении давите на меня. И мы протестировали надосную мышцу. Давите на меня. Все. Замечательно. Узнали про надосную мышцу. Идем дальше. Разворачивайся. К спине. Кирилл, сегодня голова будет кружиться. Все ради вас. И когда придете к нам в офис, Кирилл будет ходить вот так. Дальше мы смотрим подосную мышцу. Вот если взять верхнюю часть лопатки, вот здесь мягкая это надосная мышца. А вот здесь жесткая. Это ость. Ость лопатки. Вот ниже осте лопатки, вот на это расстояние, крепится подосная мышца. Я уже показывал, да, что она крепится вот таким вот веером. Да? Соответственно, разные пучки выполняют разную функцию. Вот здесь начинается самое интересное. Мы подняли руку на 90 градусов, а кто-то должен дальше тянуть ее. И вот здесь вступает в работу именно ротаторная манжета плеча. Почему? Потому что она не является в чистом виде ротатором. Она является как флексором плеча, ротатором плеча, мышцей, которые фиксируют плечевую кость в суставной впадине. Значит, что пучки и подлопаточной, и подосной мышцы, которые располагаются вот здесь и ниже, они будут дальше осуществлять это движение. Понятно, да? Соответственно, мы можем протестировать либо флексию чуть выше плечевого сустава, 90 градусов, либо можем протестировать ротацию плечевого сустава. Вот ротацию наружу осуществляет подосная мышца. У подосной мышцы есть еще один синергист, называется круглая мышца, малокруглая мышца, но они чуть позже. Вывели, 90 градусов, зафиксировали плечо, положи локоть. Вот этой частью будешь давить наружу. Дави. Можно протестировать с этой позиции, можно протестировать с более утрированной позиции. Дави назад. Можно протестировать с более утрированной позиции снизу. Дави на меня. Можно, растянув пучки этой мышцы, протестировать ее ну вот в этом состоянии, допустим. Дави. Понятно. Это тест подосной мышцы. Вот так мы не можем ее протестировать. Твоя задача вращать назад. Да. Потому что, ну, очень много структур вовлекается в наш тест. И мы просто сворачиваем определенную ткань. Подлопаточная мышца является антагонистом. Ну и, соответственно, тестируется примерно в той же позиции, только клиент запястьем давит вниз. Можно протестировать с этой позиции. Дави. более утрированной позиции давить. Более утрированной позиции. Эти мышцы входят в ротаторную манжету плеча. Далее у них есть два синергиста. Это малая круглая мышца и большая круглая мышца. В чем разница? Разница в том, что малая круглая мышца, как и большая, они крепятся на лопатку, но в разной проекции. Если большая круглая крепится спереди, то она будет вращать плечевую кость внутрь, на себя. А малая круглая крепится здесь и поэтому будет вращать вот таким вот образом. Но вот в этом тесте их тяжело протестировать, потому что они оттягиваются от лопатки и увеличивают свою длину. Поэтому такой тест больше на подосную и на подлопаточную мышцу. Чтобы протестировать малую круглую, ее нужно приблизить к лопатке плечо, зафиксировать локоть и просить клиента давить запястьем наружу. И тогда в большей степени включается малая круглая мышца. Большая круглая, соответственно, раз она крепится изнутри, будет тянуть внутрь. Можно протестировать таким образом. Идем дальше. Есть еще мышца одна, которую мы пропустили, но это было сделано намеренно. Эта мышца называется клювовидно-плечевая. Клювовидно-плечевая мышца. Разворачивайся. Это мышца, которая крепится на клювовидный отросток лопатки вот здесь и на плечевую кость. Но так как она крепится вот в этой части, она создает ротацию наружу и флексию с приведением. Она крепится вот так. она поднимает плечо еще и приводит его внутри, к средней линии. Соответственно, у нас есть два варианта теста этой мышцы. Первый тест это сократить руку, то есть мышцу, привести ее к средней линии, создать в ней флексию и просто протестировать ротацию наружу. давите. Эта ротация будет именно в этой мышце. Почему? Потому что те мышцы, которые вращают руку наружу, вот в этом расслабь, вот в этом положении, в этом положении они растянуты. Что подосная мышца, что малая и большая круглая. Поэтому мы можем быть уверены, что этот тест именно на эту мышцу давим. Попробуем ее заингибировать. Давите. Ну, все. Ротация пропала. Это первый вариант теста и есть классический тест. То есть мы подняли, развернули, привели и вот с этой позиции мы должны выдавить, пока расслабь, мы должны выдавить руку вниз и наружу. Но сохранить ротацию. Давите. Расслабь. Опять ингибируем. Примерно так. И осталась у нас одна последняя мышца. Она относится к мышцам плечевого сустава, но некоторые ее пучки, как мы сегодня уже разбирали, крепятся еще и на лопатку. Иногда она является также мышцей лопаточно-реберного сустава. Не во всех изданиях анатомии. Это указано. Давай, наверное, ты сюда ногами садись. Мышца очень большая. Она крепится на таз, она крепится на все поясничные позвонки и на нижние грудные позвонки. Ее задача вращать руку внутрь и приведение к туловищу. Но этим будут заниматься вот эти пучки, которые больше крепятся на нижний грудной отдел и на верхний поясничный. Поэтому наша задача оттянуть. Вот видите, как она прикрепилась? Вот эта мышца. Отлично. Но когда рука пошла выше, эти пучки уже не могут осуществить это движение, потому что они растянуты. Поэтому это движение будет больше в компетенции пучков, которые крепятся на поясницу. Давите вниз. Аж хрустнул. Дави вниз. Хорошо. И уже вот в этом положении мы тестируем нижние пучки. Его вот таким движением неудобно тестировать, невыгодно, потому что можно создать травму именно сустава. Поэтому можно сделать вот таким вот образом. Когда мы отводим руку в сторону, чтобы растянуть большую грудную мышцу, но здесь нет растяжения. Стоп, 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 стоп. Чуть-чуть вперед, да. То есть вот этот угол, он уже не будет относиться к скажите, как я называю это? К зубчатой мышце. Давите. Вот. Давите. Хорошо. Попробуй заингибировать. Давите вниз. Ну вот, она сразу отпустила. Это ну, в общем, легко проверить. Большая грудная и широчайшая мышца очень сильно участвуют в подтягиваниях. Почему? Потому что их волокна осуществляют это движение. И здесь очень четко нужно продифференцировать, какой пучок вы хотите оттестировать. Ну, это так на будущее. Все, поворачивайся. Это все, что мы сегодня хотели вам показать в этом ролике. Надеюсь, ваше познание в мышечном тестировании улучшится. Вы сами начнете более интересно относиться к этому делу. Закину такую удочку, ну, чтобы вам было интересно учиться, что иногда, иногда, во многих случаях мышцы, которые являются флексорами, а именно мышцами совершающие сгибания в каком-либо суставе, могут являться и экстензорами. Вы, кстати, можете поискать в литературе это, либо своим умом до этого дойти. Я покажу вам всего одну мышцу, которая является комбинированной мышцей, которая осуществляет и флексию, и экстензию одновременно. А вы в комментариях можете, ну, может, я чего-то не знаю, написать мне, какие мышцы вы еще нашли, которые осуществляют такое движение. Смотрите, надави вперед, надави сильнее, наклони голову. Видите, голова наклонилась вперед, и напряглись грудинно-ключично-сосцевидные мышцы. С уверенностью можно сказать, сказать, что они осуществили наклон головы, флексию. Но, если не включить короткие мышцы, короткие флексоры, которые втягивают подбородок, эта мышца, давите вниз, автоматически осуществляет экстензию головы. То есть, она является одновременно и флексором, и экстензором. флексором для шеи, но экстензором для головы. Таких мышц очень много в теле. Поищите, ну, возможно, в комментариях напишите. Что мы скажем нашим подписчикам? Всего хорошего. Всего хорошего. Погласил. Да, ну, стандартная фраза. Там есть такое изображение в виде пальца. На него нажать, в колокольчик ударить, кнопку подписаться, нажать. Стараемся записывать подобные видео почаще. Они полезны как людям, которые занимаются восстановлением, лечением, абилитацией, но также людям, которые занимаются спортом, чтобы они более грамотно подходили к своему тренингу. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok